Несмотря на то, что многие переболели коронавирусом или сделали прививки, ограничения, особенно на фоне очередного всплеска заболеваемости, остаются в силе. То, как горожане и сотрудники торговых точек соблюдают противовирусные меры, проверили сотрудники городской администрации совместно с полицией. Ситуация улучшилась. Вот она улучшилась где-то дней пять, мне кажется. Потому что показываешь только, что на маску, они сразу же начинают по карманам искать и одевают. Рейды по соблюдению масочного режима проводятся регулярно. Особое внимание уделяют тем магазинам, на которые поступают жалобы. По словам проверяющих, в этот раз крупных нарушений не выявили, но есть небольшие недочеты. Чаще всего режим нарушают покупатели, которые категорически отказываются надеть маску. Мазовец не обслуживает до тех пор, пока он не оденет маску. У нас каждодневный скандал о том, что я не буду это делать. То есть много людей разворачивается и уходит. По словам сотрудников магазинов, как правило, отказываются надевать маски молодежь. Замечания таким клиентам делают не только сотрудники магазинов, но и другие покупатели. Очень часто возмущаются обычно бабушки, что без масок кто-то. Нет, они ходят все с масками, но они именно дистанцию соблюдают. По поводу дистанции жалуются. А так вроде все хорошо. За нарушение противовирусных мер предусмотрены штрафы. Максимальная сумма для физических лиц – 30 тысяч рублей. Для юридических она достигает 300 тысяч. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.